Мы представляем оператора проекта Art and Hack с русской стороны, Анна Заведия. Расскажите, пожалуйста, как проходил этот проект? Проект проходил достаточно стремительно на протяжении трех недель. Ребята, которые совсем не знали друг друга, встретились в Петербурге и пытались вместе создавать объекты искусства, что оказалось очень сложно, потому что абсолютно у каждого свое видение, свое представление о том, как это должно быть. И многое время было потрачено на то, чтобы договориться. Кому-то это удалось в лучшем виде, у кого-то были сложности, но тем не менее результаты мы представляем сегодня, и некоторые, по-моему, очень удачные. Что вам понравилось во время этого проекта? Понравилось, в первую очередь, встреча с новыми людьми, у которых действительно классные идеи, и которым нужно помочь с технической стороны, и как бы реализовать эти вещи, и осознание того, что, в принципе, с помощью технологии уже практически все возможно в искусстве. А кого было больше, художников или программистов? Было больше художников, и в этом, кстати, была проблема, потому что художники, как такие напористые люди со своим абсолютно четким видением работы, они вот как бы немного сталкивались. А программисты тем временем очень спокойно и последовательно работали и помогали. На примере группы Hologram, можно говорить о том, что их работа самая успешная, потому что у них было абсолютно четкое распределение обязанностей. Во главе стоял один художник, и помогали программисты и еще один программист, просто они занимались разными вещами. Митя писал код, а Леня анимировал вот эту скульптуру. В общем, у всех была своя обязанность, и не было столкновений. А вот в программе «Плинкин» там очень много же программного обеспечения и задействия. Да, собрались очень подкованные люди, и они говорили на одном языке, но концептуально не могли договориться. Что они хотят, да? Да, что они именно хотят. То есть у них были амбициозные задачи, но их было сложно достичь. И по сути, сегодня в Пердгольд-центре мы представляем самый простой вариант того, что могло бы случиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!